В пеневолме, как надо взаимодействовать с органами малого таза, с брюшной полостью. Все очень просто. Ставим ладони таким образом на нижнюю часть тела. Поэтому этот сеанс проводится сидя. Поднимайтесь. Дайте время. Пациента можно поставить. Поставить. Покачать. Ввести его в поток. При болезненных ощущениях поясницы делаются прессовые движения. Так как крестец не парный орган, поэтому против часовой стелки одной рукой. Какой рукой вам хочется помытягивать? Кто-то правый, да? А кто-то левый. Против часовой стелки выкручиваем. Раз. Два. Три. Вытянули. С копчика крестца. Сделали стекающие движения. Сделали стекающие движения в точку сброса. Раз. Два. Три. Вытянули. Сбросили. Неважно. Грыжи там. Защемления. Какие-то блоки. Качаем область пиалистичного отдела. Крестцового отдела. И делаем вытягивающие движения. Два. Три. Вытянули. Сбросили. Раз. Два. Три. Вытянули. Сбросили. Опять накачали. И так как мы работали ниждиафрагно в области поясничного отдела, то ставим одну руку пальцами вниз. Другую руку на пупок. Качаем всю брюшную полость. Органы малого таза. К телу позже заводим. После опыта качали. И сконтактным сбросом через нижние конечности. И сброс. Далее завершение сеанса. Восполнение. И контактный сброс. Также при геморрое. Тоже бесконтактно качаем именно область копчика крестца. Жар, покалывание, различные другие ощущения. И сразу мощный результат. Что касается минифологии, то руки накладываем на низ живота. Справа и слева на уровне придатков. Примерно знаете где-то? И качаем при лечении бесплодия, непроходимости труб, каких-то других деформаций. При гормональных деформации. Нарушен цикл. Нарушение цикла. Болезненные менструации. То ставите в подреберье. То есть подвздушную область вниз. С правой и с левой стороны контактно. И грин. Тепло. Также можно узнавать, куда больше тепло идет. Чтобы понимать, где блоки есть, а где нет. Во время сеанса можно сопровождать свои действия. И объяснять может быть человек, чтобы человек не сомневался, не беспокоился. Накачали. А потом центральная сила линии. Естественно отверстие. И сброс. Сброс. Точно так же делается прогревание для улучшения кровообращения в органах малого таза и мужчинам. Понятно, что мужчина мужчине будет бесконтактным. А если это женщина, то контактная. Для лучшего эффекта и впечатлений. Накачали. И потом вытягивающий движение. Сразу шар бросает. Видит, да. А цвет не вытрует. Белый цвет. Всегда белый? А там вы знаете, что к чему отвечает. Если распоритель не процедил голубого цвета. Разойдет все. Если привести в норму зеленого цвета. Представительная железа. Матка. Просто вот так взяли, как чашу. Такого мужчину за току взяли. Или женщину. И снизу чуть выше лобка. Получил. Это и профилактика прогрева мочевого пузыря. И масло непосредственно. Нагреть. Подержать. Контактно. Прогреть. Прокачать. А потом вытяжка какая. Это же не поглубо. Что нужно делать? Всегда правильно по воздействию. Вниз. Если это представительная железа. То со стороны спины вытягивающие движения. Вытягиваете туда копчик к кусьцу. А вот вперед. Против четвертой стеночки. Из матки. Из мочевого пузыря. Делайте движение. Вытягиваете. Раз. Два. Три. Бросили. Так как мы работали нижний диафрагм. Опять накачали. Взяли в лодочку. И чуть не подняли. Накачали. Потом перевели руки. Поставили. Помните. Накачали всю брюшную полость. И к телу по часовой. Контактно. Бесконтактно. С последующим зашагиваем вправо. И взброг через верхние конечности. Хорошо. И завершение сеанса. Мягко прокачиваем. Проводим. Вдоль тела. Специруем движение. Области копчика к клецца. Поднимаем наверх. И контактный взрос. Присаживайтесь. 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 Продолжение следует...